У меня есть произвольное правильное число n. Каким образом, ну, например, n на 15, это будет по-моему, что он делится. Каким образом я могу получить f15, если пока верить, что этот многочлен не приводил? То есть я пока это не доказал, но все-таки есть что называется в этом мете. А вот каким образом. В среде всех корней 15-й степени, все корни 15-й степени, это вот что такое, это корни многочлена x15-1, правильно? В среде всех корней 15-й степени я должен выбросить корни 5-й степени. Ну, понятно почему, потому что 5 меньше 15. Я должен выбросить корни 3-й степени. И сообразить, что все-таки единичку я выбросил 2 раза. Она и сюда входит, и сюда входит. И поэтому 1 раз в 1. И это уже будет. И как это записывается формула? А формула записывается так. Это произведение. По х-х-осинус 2пк делить на 15. Так, на следующий счет. Пи это то же самое, что 180 градусов. Минус и синус 2пк разделить на 15. Где какие значения принимает чешелка? К от единицы до 15. И при этом взаимно просто с числом 15. Между прочим, какой степени будет этот многочлен? Сколько существует чисел от 1 до 15 взаимно от простых с числом 15? На самом деле, это легко посчитать. Дело в том, что 15 это 3 умножить на 5. Взаимно простых с тройкой чисел, на самом деле, всего 2. Педница и 2. Взаимно простых с пятеркой сколько? 4. А 2-4? 8. Давайте на всякий случай проверим. Вот это 15 степень, это 1. Произведение 16 степень. Здесь 5, здесь 3, это 8. Слушайте, 16 минус 8, это действительно 8. Вот. Ну, можно, конечно, это многочлено явно видеть, это несложно. На самом деле, это совсем несложно. Вот. Но. А почему мы приводим? Над поливарциональных чисел. У нас есть произвольное, натуральное шлое. Есть вот такого типа числа. Пожалуйста, еще раз нужно посмотреть, что это за числа. Это, не знаю, 15 угольник рисовать или так надо? Понятно. Их 8 штук. Для вот таких вот чисел, да, их 8 штук. Это числа 1, 2, 4, 7, 8. 8. 8. 11. 11, да. 14. Да, 8 штук. 8 штук. Так вот, мы, безусловно, можем написать вот такую формулу. Называется формула включения-исключения. Все понимают? Да? То есть, когда вы... Ну, давайте я все-таки напишу для какого-нибудь числа больше. Например, что такое для числа 60? Многочлен деления круга. Это надо взять х в 60 минус 1. Это я взял вообще все формулы. После этого я выбрасываю корни 30. 20-й степень. Так, нормально. Нормально. После этого я выбрасываю корни 20-й степень. Так. У числа 60 вообще такое сложение у нас 3-й множестве. Это 2 квадрата, 3, 5. Посмотрите, 30 это 60 баллов. 20 это 60 гринд нато. Сейчас надо еще написать. Настой не надо. 15-й не надо, потому что я выбросил корни 30-й степени. 20-й и 12-й. Замечательно. Теперь давайте подумаем. Давайте я буду даже совсем подробно. Чтобы сделать это совсем подробно, надо сообразить, какие вообще бывают делители у числа 60. Бывает 60, 30, 20, 15, 12. Что еще бывает? 10. 10 бывает, да. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Господа, смотрите, что я делал. Я сначала взял x в 60-й минус 1. Это, в смысле, я взял все. Я не буду это обмечать, просто взял все. После этого я выбросил все 30-й степени. Но когда я выбросил 30-й степени, я заодно выбросил и 15-й, и 10-й, 6-й, 5-й, 2-й, 3-й. Согласны? Выбросил 80-й. Замечательно, 20-ю степень выбросил, заодно и 10-ю, 2-й раз выбросил, 5-ю, 4-ю, 2-ю, 1-ю. Я выбросил 12-ю степень. Это я выбросил вот так вот, 12-ю, 6-ю, 4-ю, 3-ю, 2-ю, 1-ю. Отлично. Но заметьте, здесь вот все хорошо. Вот здесь вот я 30-й, 20-й, 15-й, 20-й, выбросил по одному разу. Здесь беда. Я 10-ю выбросил 2 раза. Поэтому придется вернуть на место. Получается x в 10-й минус 1 надо вернуть. Хорошо. Вдавлю сюда 3-ю, вернусь. А заодно верну 5-ю, а заодно верну 2-ю, 1-ю. Хорошо. Шестую. Что? Шестую. Шестую, значит, я должен вернуть шестую. x в 10-й минус 1. Отлично. Шестую вернул. Шестую. Шестую, шестую, извините. Шестую, конечно, да. Шестую вернул. Так, третью вернул. Вторую вернул. Вторую вернул, первую вернул. Молодец. Так, тебе что еще? Аня? Четвертую. 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 Четвертую надо возвращать. Надо возвращать четвертую. Значит, так пишу. x в четвертую минус 1. Вернуть четвертую. Вторую и первую. Заодно вернул вторую. Заодно вернул. А теперь надо вторую. Сейчас надо прибавлять третью. Нет, сейчас и третью надо, чтобы с ней делать. Третью надо прибавлять, да. Везде думал по одному минусику. Что? Везде думал по одному минусику. Третью надо прибавлять. Боюсь, что это просто неправда. По-моему, я где-то ошибся, ребята, во время впечатлений. Давайте подумаем. Вот если у меня есть у него большинство третьей степени, когда я их выбрасывал, когда я их... Так, я их вот здесь вот выбрасывал, я их вот здесь вот выбрасывал. Так? А еще я их возвращал в шестидесятый. Нет, это я не очень говорю. Я их возвращал в шестой. Так? А почему я здесь поставил три раза минус, как я не понимаю? Третья степень. Давайте смотреть, куда они входят, куда они... Вот точно, что они входят все сюда. Они входят сюда, как грейф выбрасывал два раза. Сюда не входят. То есть я минус должен был стоять в тридцать степени два раза. Вот честно. Не понимаю, как он здесь возник. Все-таки я поставлю карта. И один раз я их верну. Поэтому тогда как раз нет. С третьей степени все в порядке. Так, давайте второй степень посмотрю. Я их три раза выбрасывал. И я их... Три раза вернул. Три раза вернул. Это здесь у меня, в частности, правильный получил. С первой степени. Я три раза выбрасывал, три раза вернул. Так все вообще. Нет, а мы же хотим. Один раз в вторую степень все-таки. Один раз в вторую степень надо вывести. Но туда не дадут. Это будет х квадрат минус 1. И первую другую. А теперь степень. Да. Увидели? Увидели ли? Почему это разделится, когда я все-таки... Что-что? Почему это разделится, когда я все-таки любил? А почему это разделится? Потому что это есть то самое произведение. Поняли? Оно над комплексными числами разлагается вот так. У нас фактически, помните, у нас в многократии, х 60 минус 1, это произведение 60 сколок. х минус 1, х минус, понятно. 1 более не больше, чем цель. И у каждого из этих корней есть то, какой степени это... Ну, да? Какой на самом деле это корень, я извиняюсь. Соответственно, когда вы здесь выписываете, то над комплексными числами у нас каждый раз это разлагается на линейные норки. И, соответственно, достаточно проверить, чтобы над комплексными числами все было хорошо, вот. А почему будут целые коэффициенты? А потому что здесь у нас многочлен с целыми коэффициентами. И здесь тоже многочлен с целыми коэффициентами. А когда вы делите один многочлен с целыми коэффициентами на другой многочлен с целыми коэффициентами, то у вас либо не проделится, либо уж если поделится, то будет обязательно с целыми. Потому что коэффициент при высшей степени и х здесь везде крайне проделится. Давайте поймем, как только что эта объясненная формула выглядит в общем виде. Что такое 10? 10 – это 66. А это что такое? 60. Это 60. 15. Здесь было 62, 65, а здесь было 60 каких? А что такое 30? Это дважды 35. Заметьте, пожалуйста, в знаменателе ни разу не возникла вторая степень. Давайте поймем, что это значит. Если у меня есть fn, то это произведение... Сейчас очень важная вещь. Произведение чипов. Надо взять фоку. x в степени n делить на d минус 1. d – это некоторый делитель числа n. Отлично так пишу. d – делитель числа n. n делится на d. А вот дальше очень важная штука. В какую степень возводить это? Ответ. Если d равна единица, то надо возводить в первую степень. Если d – простое число, то в минус 1. Если d – это произведение двух простых чисел, то в плюс 1. То надо в числитель прислать. Если произведение трех простых чисел в знаменателе. Ребята, в математике есть такая функция. Называется она функция мёббиуса. Значит, на всякий случай напишу определение. Мёббиус – это тот самый. Есть мёббиус. Функция мёббиуса от единицы – это единица. Функция мёббиуса от произведения нескольких разных простых чисел – это минус 1 в степени k. Ну, то есть, минус 1, если их нечетное число, плюс 1, если… При этом они все разочараны. И функция мёббиуса от любого числа, которое делится на квадрат простого числа – это 0. То есть, как только какое-то число делится на 4, на 9, на 2, в общем, на квадрат любого простого числа, функция мёббиуса сразу 0. Если это произведение нескольких разных простых чисел, то это минус 1 в степени их количества. Вот, ребята, мы с вами нашли формулу, которая выражает многогорчену деления круга. Вот. Ну, по крайней мере, мы поняли, что у него целый коэффициент. Уже замечательно. Мы поняли, что у него степень – это количество чисел, взаимно простых с числом n. Это замечательно. Но абсолютно непонятно, почему это минус 1 в степени. Надо целое число. Объяснение шло, 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 шло. Ну, теперь, почему мы разложим. Метод откратим. Предположим, что какой-то из наших мегачленов F удалось разложить в произведение двух или более мегачленов социального коэффициента. Итак, предположим, что нашу ТФН, который мы все время передали, это и есть произведение F от 1 на 1. Значит, итак, F и G – это мегачлены с целыми коэффициентами. При этом степень многочленов F больше, то есть настоящая, не чисто, а степна. Мегачлены с целыми коэффициентами. Степень больше, не менее чем якость. Отлично. Вообще-то, какие корни у многочленов, мы знаем. То есть мы понимаем, что сумма степеней этих двух многочленов – это функция, ну, не так важная, но вполне конкретная, понятная, что. Мы понимаем, что на единичной окружности у нас есть фиотен-точек, это те самые, когда, взаимно просто число метод, да? Вот. У нас есть фиотен-точек, и просто некоторые из них пошли, так сказать, в многочлен F, а некоторые из них подшли в многочлен G. Пока все понятно? Итак, давайте я полный вопрос. Вот у нас есть круг радиуса 1, между прочим, на нем есть такая штука, как косинус 2пи делить на n плюс и синус 2пи делить на n. Отлично. Господа, совершенно понятно, что я могу вот это число обозначить буквочкой какой-нибудь циклами. Это не только конкретное число. Оно, безусловно, является корнем многочленов, потому что это единица взаимного коста с числом b. Значит, безусловно, что именно цито – это корень нашего многочленов. Поскольку пока что F и G входят симметрично, то я беспокойно могу считать, что F и цито – это корень. Члева – это корень многочленов F. Давайте подумаем, давайте подумаем, что такое вообще число взаимно простое с числом n. Любое число, в принципе, как-то разлагается на простые множители. Замечательно. Берем любое число. Берем один из этих простых множителей. Давайте его обозначим по букве П. Итак, П – это простое число. П у нас меньше, чем Н. Замечательно. Это один из простых делителей чисел, которые взаимы простые числа. П – меньше, чем Н. И давайте подумаем. Зита в стемени П – это корень Н степени единицы? Позвольте. Зита вытворяла равностью. Зита в стемени Н – оно единицы. А, Зита в стемени П – это мы равномерно удовлетворяем? Как вы считаете? Алло? Или вы заснули уже? П – это степень? Да. Удовлетворяем. Зита в степени П. Замечательно. А может ли быть меньшей степени? Вот не Н, а какого-нибудь делителя числа Н? Нет. Потому что я специально сказал, число П – простое. Взаимно правильно. То есть я здесь неправильно написал. П – это, конечно, правда, но важно мне это другое. Мне важно, что оно взаимно простое. Оно на самом деле не просто меньшее, а оно даже взаимно простое. Да, вот. То есть то, что меньшее – это правда, но это не то, что мне нужно. Мне важно, что он взаимно простое сам. Значит, чему равняется n-ая от зито в степени b? n. Неверно. Вот этот многочлен корнями своим имеет в точности те точки, когда мы отсчитали вот таких вот углов количество взаимопростоя с n. Мы сейчас отсчитали p-штуку. Итак, понимаете ли вы? n. А? n. Что? n-н-ка, считайте, а не ку. Ну-ну-ну, чему равна? Ну-лю. Ну-лю, конечно. А, да. Потому что это корни его. Да, кстати, ребята, это я для понятности говорю, что дзито это точно. В общем, я совершенно спокойно могу взять, дзито это косинус 2 пк делит на n, то есть синус 2 пк делит на n, где k взаимопростоя с n. К сожалению, он никак не изменился. То есть не обязательно было бы поделиться, достаточно было бы брать любой угол взаимопростоя с членом n. Ну, здесь факт вот такой. Когда число взаимопростоя с n умножаешь на число взаимопростоя с n, то получаешь число взаимопростоя с n. С этим все согласно, правда? Да. Так, до завершения дзитости, к счастью, осталось совсем чуть-чуть. Итак, у меня. Итак, зито в степени В. Это что? Это корень какого многочлена? Вот это многочлена, правильно? Замечательно. Вообще-то корни этого многочлена. Они бывают, так сказать, двух типов. Они бывают корни этого многочлена. И они же бывают корни вот этого многочлена. Понятно? Вы понимаете, что я преспокойно могу считать, что у меня сейчас получился корень вот этого многочлена? Объясняю почему. Если всегда у меня при такой операции, при переходе от зито к зито в степени В, из корни вот этого многочлена будут получаться только корни этого многочлена, то у меня автоматически получится, что когда... Действительно нельзя было выбрать такие можно было выбрать для любого соединенного простого. Кочется на 2,5,5,5,5,5,5,5. То получится, что из любого числа можно до множения на П, потом еще на какую-то простую часть, еще на каком числе. И можно из него получить все остальные корни. И, соответственно, получится, что они все будут корнями этого. А что это будет означать? Что жерва логиниться. Согласны? Значит, можно поспокойненько считать, что на самом деле при возведении вот этой же самую степень я получил корень многочлена Ж, что я равнял Ж от зито в степени В. Ну, казалось бы, ничего такого особого не произошло. Ж от зито в степени В равняется нулю. Вообще-то, Ж от зито в степени В это какой-то многочлен. Вообще-то, у зито был многочлен, который его обращал в нулю. Помните, мы объясняли, что у каждого алгебраического числа есть единственный минимальный многочлен. Да. Для любого правительственного числа есть многочлен минимальной степени, который его обращает в нулю. Отлично. У числа зито какой минимальный многочлен? f. А? f. Я предположу, что многочлен разложился на два множителя с целыми коэффициентами. Это понятно? Понятно. Если есть какой-то корень зито, все другие получаются его возведением в какую-то степень взаимопростую с числом n. Это правда? Да. Это правда. Я взял простое число p. Я взял простое число p. И должен рассмотреть многочлен от x в степени p. Это нормально. И после этого сказать, что он делится. Я точно понимаю, что мне сейчас нужно переходить к сравнению по модулю p. Так, на всякий случай. Все понимают, что a плюс b в степени p, если возводить в степень, то это будет то же самое, что a в степени p плюс b в степени p. Это понятно? По модулю p. По модулю p, да. Просто потому, что все числа сочетания, из p по единице, из p по двое и так далее, из p по p минус один, все они на p делятся. g от x в степени p это то же самое, что g от x в степени p. Это правда. Это просто потому, что, когда вы возводите в степень p, то там возникают число сочетаний, из p при единиц, и так далее, они все делятся на p. Мы с вами уже поняли, что g от x в степени p делится на f от x. Так же, то что g от z в p это... z это какой-то корень именно n в степени единицы. Это понятно? То, что p простое число взаимно простое число н. Это понятно? Мы говорим, что число z в степени p это корень нашего многочленя. Тоже понятно? Значит, мы получаем вот такое замечательное равенство, что многочлен g от z в p, он равен нулю. Значит, g от x в p делится на f от x. А вот теперь делаем замечательную вещь. у многочлена f от x. По модулю p есть разложение на неприводимые многочлены. Есть? Отлично. Давайте наш многочлен f разложим на какие-то там многочлены, f1 и так далее, f f внимание, по модулю p. Вот эти многочлены, они уже не просто многочлены, а у них коэффициенты берутся по модулю p. Любой многочлен можно однозначно разложить на такие множители. И возьмем один из них. Например, вот этот. И у нас получится тогда замечательная вещь, что G от X в степени P делится на этот самый многочлен F1 от X. Отлично. Но поскольку по модулю P это то же самое, что G от X в степени P, то если P в этой степени делится на какой-то приводимый многочлен, то получается, что и самый многочлен G от X делится на F1 от X. Отлично. И наконец-то мы с вами получили замечательную вещь. G от X делится на F1? Нет, не на F1 от X. А G от X делится на, что называется, кусочек, на один из неприводимых делителей. Ну, на самом деле, также делится на любой из них. Понятно, да? Мы получили, что наш многочлен Fn делится на F1 в квадрате от X. Потому что F от X делится на F1 по модулю P, да? Делится. И G от X тоже делится. Правильно? Еще раз. F от X разлагается по модулю P в произведении каких-то простых множек. Разлагается. При этом мы доказали, что G делится на... На первый кусочек. А? Но он также делится на второй. Да. И это не важно. Делится он, не делится. Не важно, что он делится, что F от X делится на F1 в квадрате. Замечательно. Это означает, что верно следующая штука. Поскольку X в степени N минус 1 делится на Fn, то у меня получилось потрясающее равенство. X в степени N минус 1 делится на F1 в квадрате. Понятно? Но внимание. Если многочлен делится на F1 в квадрате, то это означает, что его производные делятся на F1. Объясняю почему. Что значит многочлен делится на F1 в квадрате? Это значит, что X в степени N минус 1 это F1 в квадрате умножить на какой-то там другой многочлен. Правильно? Отлично. Про деференциум. Здесь получится NX в N минус 1. А здесь получится, ну, производная вот этого. Это 2 F1 штрих от X F от X умножить на H от X, да? Плюс, что там еще? Наоборот, F1 в квадрате от X умножить на H штрих от X. А почему там F от X, а не F1 от X? Везде F1, потому что, везде, везде, везде F1. Важно, что вот это делится на F1 от X, и вот это делится на F1 от X. И мы получили потрясающую вещь. Что, смотрите, X в степени N минус 1 делится на F1, ну, на самом деле даже на F1 в квадрате. И N, X в N минус 1 тоже делится на F1. Но вообще-то эти два многочлена взаимопросты. Вы помните, число P было взаимопросто с числом N, поэтому это не нужно. Эти два многочлена взаимопросты. Ну, и значит, получается, что F1 – это 1. Так, ребята, это очень важно для нашего сегодняшнего занятия. Я, слава богу, ничего не стирал, поэтому давайте я попытаюсь, чтобы поняли. Максим, вы поняли это, чем я сейчас? Мы с вами сейчас доказываем неразложимость многочлена F1. Это понятно? Нет, это нам отвратимо. Вот у меня есть многочлен, который, по предположению, как-то рассложился на множестве. Где F и G – это многочлены в степени не менее чем P1. Так? Я говорю простую вещь, что у многочленов F есть какие-то корни. Каждый из них имеет, понятно, какой вид. Это косинус 2 пика делить на N плюс и синус 2 пика делить на N, где K взаимно просто с числом N. Отлично. Предполагаю, что не все корни, многочлены или Fn, являются корнями F. И, соответственно, получаю, что для нематого простого числа P, взаимопростого с N, число Z в степени P является корнем вот этого многочлены, а не этого. Вообще, ребята, корни из единиц, они получают один из другого взлетения в степени. Понимаете, да? Да. Если у вас есть корень, то любая его степень тоже корень. Итак, у нас возникла такая ситуация, что Z – это корень вот этого многочлены, а Z в степени P – это корень вот этого многочлены. Паксим, дай этого действия. Понятно? Значит, G от X – это корень. Значит, G от X в ПТВ имеет корень Z. Значит, G от X в ПТВ делится на F от X. Уже как многочлен с целыми коэффициентами. Вот здесь надо применять ту теорию минимального грешения. У каждого аллопроинческого числа есть единственный минимальный грешен. Ну, Z на аллопроинческое число у него есть минимальный грешен. Минимальный грешен для Z является F от X. Вы предположили, что F от X не приводит. Да? Вот. Замечательно. Значит, G от X в ПТВ делится на F от X. Отлично. Но по малой теории формы все числосочетания из П, по единиц, по двойке и так далее – это нулипы. Они делятся на F от X. По споформу для числосочетания. Значит, на самом деле по модуле П верно такое скромное. Значит, G от X в ПТВ делится на F от X. Так? Ну, F от X – это многочлен. Значит, он как-то разлагается на неприводимые множители по модуле П. Разложили. Взяли один из этих неприводимых множителей. Вот его назвали F от X. Значит, получается, что G от X в ПТВ делится на F от X. Значит, на самом деле, G от X должно делиться на F от X. Отлично. И что вы будете дать это замечание? Что вот это делится на F от X просто потому, что так оно и есть. Это разложение для F от X. А это делится потому, что здесь ключи. Понимаете? И получается, что F от X делится на F от X в квадрате. Но X в степени N минус 1 делится на F от X в квадрате. И мы дальше рефильтируем. И получается, что производное делится на F от X. Для этой специалии я про производную сегодня рассказывал. Вот, но эти два многочин из этих простых. Понимаете, почему они взяли непростые? Потому что у этого корень 0. А у этого корня, это корня из делится. У них нет ни одного общего корня. Нет многочин, это не нулевой степени, которые будут делиться или того и того. Теорию доказал? Происходит простая вещь. Называется накопление трудности. Это лекция уже из-за этого типа четвертая или пятая. Понятно, что кто-то в первую очередь, не до конца корня на второй, на пятый. Сейчас уже понятно, да? Уже от X в пятый делится на F от X. Потому что корнем вот этого многочлена является число Z. А вот Z минимальным многочленом является F от X. А если какое-то увеличение зануляет Z, то значит он делится на F от X. Еще вопросы? Теорию про Декут Фенда. Про степень я вам это уже объяснил. Потому что у Фенда степень это была как раз. Степень это количество чисел взаимодорослых сен. Приказано. Отлично. Продолжение следует... Продолжение следует...